приветики привет я сегодня у окошко думаю может быть получше будет связь да я думаю что должна быть получше у нас только всегда все лучше и лучше рассказывай как то и дела все пока так же паша привет спасибо большой полстар что у нас подстраховывает если у нас опять что-то слетит огромное привет баку привет привет москва вот но у меня в принципе все то же самое пока пока также без изменений в плане еды питья и ну сон сон по-разному в любом случае колеблется то есть у меня бывает такое что вообще 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 не хочется спать и бывает такое что вот с детьми их как бы укладываю и сама тоже вырубаюсь но тоже по-разному по времени по-разному бывает только вот вырублюсь думаю блин полночи проспала смотришь там минут 15-20 бывает днем вырубает но бывает по-разному не каждый день то есть ли я чем-то занято то то нормально а ты скажи сколько детка в твоем я не помню восемь одиннадцать тринадцать трое да рядышком сюда вот а днем чем занимаешься в обычное время днем чем занимаюсь обычно ну сначала их по школам развожу потому что в разных школах учатся потом как ну потом стараюсь если нет дождя прям такого сильного потому что под маленьким дождем я все равно на велике езжу на велосипеде но я на велосипеде езжу достаточно долго то есть я наверное часа два три вот если там погода хорошая что я то я могу где-нибудь остановиться там еще что-нибудь там своими какими-то делами позаниматься вот приезжаю и вот у меня работа по недвижимости работа по психологии работа по нейрографики работа вот этим вот занимаюсь потом собираю их со школ как правило потом на секции и вот так вот как бы как обычный самый обычный день обычный мамский день где-то приготовить если там ну они у меня часто сами готовят но они мне сами готовят такое что как второе салаты там сами делают а такое с них хотят супчик например то я им готовлю как бы с удовольствием у меня у меня это не не напрягает вообще то есть это как бы нормальный процесс такой я знаю тоже я сейчас вот училась когда в аспирантуру поступал и я подъедал активно грецкие орешки но активно как то есть я сажусь за компьютер и понимаю что нужно что-то делать потому что начинаю думать нервничать получится не получится я подъедала а сейчас у меня все это отвалилось у меня в основном сок с водой в основном вода вода причем активированная я тоже такая ловлю себя на том что может попробовать я себя все время спрашивают это хочешь нет не хочу это хочешь нет не хочу от реально я иногда ем позволяя себе то что я хочу иногда это может быть апельсиновый сок но в основном это кокосовая вода то есть но я их не мешаю подряд нет иначе у меня будет белиберда с кишечником будет пучить и быстро то есть не воспринимается уже организм не хочет все перемешанное вот но если допустим будет огурец то тот же самый белок белок с кокосовой водой спокойно а вот цитрус это фрукты фрукты вообще нужно отдельно же правильно да желательно он не очень жесткий едкий яркий а так живу с водою вот и бывают прям такие часы кайфово когда я прям ощущаю такой жар огонь внутри и я понимаю что просто море энергии и это именно когда я думаю о чем-то полезными приятных а я увлекаюсь когда я работаю с массажами сейчас я прям активно чувствую такой жар внутри как будто бы новом не баню растопили реально ну по-другому не назовешь и люди поток вот сегодня у меня девочка была на массаже с малышом грудничком и она говорит она положила он подплакивать стал положила на животик я продолжала массировать и играть такой жар почувствовала в ногах вообще груда это энергия напрямую ту земная мы же ему нижнюю часть массировали работая с клиентами еще больше чувства вот это поток то есть что у них происходит то я чувствую как будто бы я чувствую будто я присоединяюсь к этому телу но это не то что я беру на себя я проводник в прямом смысле она год начали жарко потом холод я говорю холод это такой прям холодок со не менее это космическая энергия а вот такой жар теплота разливающиеся это земная энергия вот все время нахожусь в анализе а недавно вот буквально вчера я настолько глубоко свалилась в осознание того что я рулю своим миром я реально получаю вот то что я хочу я просто ходила тестировала детей по классам и тут я понимаю что меняют уроки педагог директор реально как мне нужно дни выстроить как мне нужно выстроить часы и это ко внимательно наблюдаю и такая ловлюсь на том что ну я же это заказала я это получила я радуюсь но у меня нет такого знаешь там типа я молодец о круто супер вау нет я просто это принимая спокойно наблюдая с наслаждением но не с чинячим этим счастьем вопросов принять и здесь и сейчас такое кайфовое состояние и опять до дыхание на этом состоянии она останавливаться замирает как будто бы еще больше возвышаешься и становишься наблюдателем в этом состоянии не есть не пить ничего не хочется наблюдаешь за процессами тела за событиями за всем как будто бы ты и режиссер и реально тот кто следит за режиссером даже так можем сказать медитации в жизни и получается наблюдающий без самого наблюдателя это такое странное чувство как странно для вот мне вот в обычном состоянии для меня бы это было странно объяснить даже то есть это нужно понять что именно вот как бы ты вроде бы как бы везде и в то же время тебя нигде нет это ну как бы классно себя ощущать но и многие там знаешь после того эфира тоже начали задавать вопросы как раз когда-то в аккаунте написала нейрографику я еще занимаюсь нейрографикой уже несколько лет вот но попросили сразу же рассказать о ней потому что говорит сколько говорит автономов у всех там практики йоги там еще изучивать а нейрографики нет вот но я же уже больше двадцати лет занимаюсь психология психоанализом то есть у меня несколько образований по психологии вот и нейрографика она конечно вообще очень классно вот именно прорисовывает это и внутренние так скажем конфликты все твои внутренние вопросы но если это еще совместить с психоанализом то мне кажется это будет вообще бомбически я могу сказать что у меня несколько лет назад вот пример просто такой привести несколько лет назад была женщина она из другой страны и у нее мама болела раком то есть у нее такая в пол уже степень рака была у мамы и делали облучение по моему уже должны были то ли на третье то ли на четвертое вот такой вот уже пойти через какой-то период времени вот и женщины они жили вместе в одной квартире и дочь ее не могла никак выйти замуж потому что вот она все была рядом с мама ей нужно было взять на рядом с мамой быть то есть мама тоже особо не отпускала дочь вот и дочь на горит у меня горит кроме мамы больше никого нет если горит с ней что-то случится как я просто не приспособлена к жизни говорит настолько чтобы жить без нее и для нее это был такой вот шок на год я перепробовала много у кого говорит мама уже болеет очень давно вот и у нее сейчас очень развивается вот эта вот болезнь прям с такой горит скоростью что мы не успеваем не лечить ее не подбирать новые какие-то там лекарства или что там не говорит вот что можно мне вот предложить вот я нашла грит вас мне посоветовали по нейрографики я готова на это идти потому что у меня нет нет времени смотреть подойдет мне это поможет ли мне это не поможет как меня просто нет элементарно на это времени вот а они живут в другой стране и у них получается есть такая как бы гостиная общая и мы с ней прорисовали сначала один рисунок ей очень понравилось и она очень загорелась на горит я хочу вот прям выплеснуть все вот то что у нас есть внутри мы с ней работали наверное недели две и она одну стену комнаты она или обои под покраску то ли белые обои не буду врать я не помню как бы это не так важно и она всю стену начала вырисовывать то есть то что у нее внутри то что мы с ней прорабатывать начали и вот у нее вот на это вот выплеск вот этой вот боли вот это не не договоренности нерешенности каких-то моментов каких-то вопросов вот этой вот боли которая касалась ее мамы вплоть до внутриутробного состояния то есть на год я начала она начала такие вещи вспоминать которые в обычном состоянии это сделать практически невозможно и вот она выплескивала именно боль потому что нейрографику можно рисовать по-разному можно там прекрасно что-то рисовать можно боль выплескивать и на эту боль выплескивала с истерикой ну наверное прям вот дня два то есть у нее были вот эти вот выходные после работы и она говорит я просто говорит не спала она два дня выплескивала вот эту боль на вот эту огромнейшую стену и после этого после того как она проревез у него были прям истерика была ужасная то есть мы с ней точно так же по камере общались мы с ней практически вот эти два дня не расставались то есть у нас постоянно был телефон на подзарядке постоянно мы что-то не обсуждали и когда мы с ней начали уже вот эту прорисовку то есть она вот этот боль когда вот все ее выложила она конечно отрубилась но там на спала наверное сутки после этого и после работы она первым делом приходила она набрала всяких маркеров она набрала всяких карандашей и после этого мы с ней начали прорисовывать каждую черточку каждый вот этот всплеск мы с ней прорабатывали мы с ней вот эту стену рисовали ежедневно по несколько часов в течение двух недель прорисовывали и после того как вот это вот все мы с ней проговаривали прорисовывали то есть мы купку мы копали очень-очень глубоко и когда мама сдала очередные анализы то ей сказали что мы можем под повременить с облучением посмотреть как у вас вас то есть все приостановилось это был для нее такой шок то есть она поняла что говорит настолько я горит центр вселенной и моя мама в моей вселенной находится я горит раньше не предполагала излечив себя изнутри можно излечить того кто находится рядом с тобой то есть поменять реальность как бы это может быть смело не звучало но так оно на самом деле есть и потом когда уже пришла мама то есть она свой рисунок она дорисовывала она это вместо обоев осталось получилось невероятная стена просто на этот рисунок в результате дорисовывала еще у нее на это ушло примерно месяца два вот она сейчас преподает сама нейрографику стала консультантом у нее мама начала рисовать то есть мама надо действительно излечилась вот мы с праздниками друг друга поздравляем то есть мама мама да у нее стадии ремиссии то есть все пока более или менее неплохо естественно они поменяли полностью свой образ жизни но вот так вот настолько настолько вот это вот когда ты веришь во что ты когда ты отдаешься полностью какой-то практике каким-то новым знанием вот чему-то новому оно срабатывает всегда на сто процентов вот как бы кто ни говорил если у тебя вера есть если у тебя есть техника который ты можешь под подлезть самой себе самому себе это сработает однозначно потому что мне вот некоторые говорят цвета как вот так вот 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 у меня вот есть такая болезнь например я тоже ее хочу вылечить но я не могу зайти в автономию игру ребят значит это не ваше как бы когда я первый раз заходила у меня не было сомнений вообще идти туда некий то есть даже не возникало такого вопроса да потому что был такой момент вот просто вот абсолютная вера и я пошла туда и настолько вот моя может быть моя вера сработала может быть сработал я понимаю что происходит сейчас с клетками конечно они в любом случае они регенерируют они восстанавливаются они ну то есть наверное все знают это открытая информация что происходит с нашими клетками но если кто-то не может зайти в автономию это не беда то есть вы еще не готовы ваша информационная клетка она не наполнилась она не наполнилась знаниями теми которые нужны именно для вас и поэтому переживать из-за чего-то что я не могу сделать то ли я не могу сделать где-то или вот ко мне обратилась девочка она говорит мы сели с ней рисовать она говорит я так хотела рисовать говорит я вот сейчас вот говорит сижу я понимаю что я не хочу я говорю не вопрос значит не надо себя заставлять то есть не хочешь не надо но через несколько дней на мне вот написала опять в сапе она говорит я горит всю ночь говорит сидела говорит боялась тебе позвонить и написать говорит у меня дикое желание я не могу я хочу рисовать то есть каждый момент его нужно настолько отслеживать себя и мне кажется только вот в этом случае когда ты будешь в единении самим собой только может произойти то что нужно именно для тебя не для кого-то потому что так сказал социум так сказала общество так сказала твоя семья твоя мама ли твой какой-то близкий человек а именно если это твое то это будет обязательно работать точно также как ты говоришь массаж это же искусство то есть массажами занимается я не знаю там ну очень много людей но некоторые просто вот ходят и как вну сходил и все вот интересно у меня вообще такая история как раз я изначально такой энергопрактик глубокий я видела слышала многие вещи с рождения но мой ум это отвергал мой социум который до нанизаны программы с детства и мне очень захотелось уйти в телеску я это заказала я к это пришла через психосоматику то есть я очень сильный психосоматист и я сейчас свое время тоже я видела прекрасно как галиль шарас светочка привет как галиль шарас да рассказывала про наедение димы лапшинов и я смотрела думала да это есть я верю я чувствую да я чувствую энергетику я считываю это так и есть я не мое это не мое нет это не про меня и я вообще не хотела мне друзья пошли толпой к подороской вот не сердце которая сейчас зашла нам не горел кристи ну а чё ты не попробуешь но почему ты не хочешь и у меня как-то знаешь она мы с ней близко общаемся и мне как-то откликнулась внутри я такая а мы все такие вроде как бы разные но друг друга дополняем я говорю да наверное нужно но раз я подороска три раза хотела пойти были деньги у меня пространство значит это не мое и тут у меня подруга танюха на час на вали она говорит кристина я должна идти галили шарас у меня есть временный я не попадаю дисходи я такая не знаю а чё там я даже не знаю что спрашивать я не хочу ничего это не про меня на вид крис гвит но ты лучшая подруга иди говорит если так случилось значит ну не я кто значит ты я лучшему друга отдаю это я пришла села и мы с ней пообщались по консультации и я такой поток получила она не посмотрела беда пришло твое время ты почти созрела тебе чуть-чуть осталось и стала со мной общаться я говорю я говорю нет она также считывает она ты же ведь тоже все считываешь ну посмотри на себя со стороны а мне страшно я не смотрела как это говорю я тоже могу так удивлялась а потом буквально через месяц трувиан появился с медитацией а потом настюша залевич а вот сейчас я опустилась можно сказать в телеску то есть мне начались такие активные йога практики благодаря анару аббасову я ушла в йогу он говорит да тело лечится тебе нужно попробовать телеску то это духовная практика телеска йога именно и я закончу как у меня посоветовал федерацию йога россии и работать тоже не собиралась идти работать свет вот как всегда представляешь я пришла в районе к девочке просто на индивидуальную практику анечке спасибо огромное я пришла и все хорошо выполнил она говорит а вы где-то занимались раньше я говорю ну я вот так и так закончила а я грешу она готовы такая стройненькая грена сыроедение она говорит о я книжки пишу про средний грюанечка каминская а я утром подумала про напарницу про помощницы вы не хотели бы это как я говорю а я как раз вчера вечером подумала о том что мне бы хорошо бы где-нибудь десяти минут ходьбы от дома работу на как раз десять минут клуб от дома понимаешь им это красную срослось вот я уже два третий год пошла работы и я смотрю что массажи нужны моим детям то есть глубокий опыт идет работы с детьми также параллельно и вот эти массажи я видела как у меня младшие старшие они разные но со старшими прорабатывала физуху а вот да столько времени пошло да правильно светик а младший у меня до трех лет не говорил я попали вчера случайно мы списались логопедом по ладе рождения она нас поздравляла с первым логопедом моего младшего сына вот и он у него дислексия была свет дезартрия это уход в агрессию то есть все сложно было но мы это перешли сейчас у меня в 6 с половиной лет начал благодаря другим учителям учитать даже на английском он не просто на русском он читает на английском он хорошо знает английский я разве правое левое полушария тоже изучают эти процессы и поэтому аспирантура моя связана с педагогикой социальным миром из психологии совместно а в телеске я вот буквально стала себя раскрывать то есть я делаю массажи конце каждой йога практики я стала касаться точек я касаясь точки получаю информацию я стала говорить девочкам у тебя вот этот раз кусок вижу их мира и я рассказываю так же как ты с нейрографикой вот это моя телеска да раскрывается и я начинаю прорабатывать они со мной начинают говорить и плачут и они плачут лежат спасибо а потом ко мне приходят я в прошлый раз поплакала мне стало так хорошо можно я еще раз поплачу я говорю да конечно пожалуйста а вот с марией она ко мне на индивидуалку на цветной бульвар приезжала она приехала буквально вчера поговорили с мамой она готовится место на кладбище я не могу я говорю а я вижу и у нее прям лопатка задней смотрю неё говорю тебя прям колом все встало ты на себя взвалила но отпусти ей так хочется это ее игра зачем ты нарушаешь ее правила разные границы держи ограничения и я когда стала делать ей массаж конечно было буря эмоций я она еще эмоционально это было столько эмоций я это все на себе это чувствую переживаю когда я работаю это была затяжная эмоция на полчаса слез градом человек просто вышел как после похорон за ребят чё там никто не подключился да вот и в итоге закончилось все тем что она только сегодня вчера мне отписалась перестали болеть ноги отпустила спину то есть шла глубокая проработка неделю еще после занятий массажем и она мне пишет моя массажистка хочет попасть к тебе на внутреннюю проработку через массажи какие-то есть свои эти я говорю я на самом деле себя раскрыла здесь не так давно но я успела я давно общалась с один сам тоже через сетку познакомилась с алексеем один с максимом половинка и часть курса проходила там не сертификат есть просто не делилась и вот это все как-то она знаешь сбалышно много-много я сама иногда смотрелся со стороны когда вы все это успеть но мне кайфово мне нравится вот это вот огромная волна где я все могу именно три единства я начинала своего как бы погружение через три единства дух душа тело то есть психосоматика телецкое сознание и я как бусы собираю между собой скрепляю вот и каждый кто к мою жизнь приходит получать свой инструмент да у тебя скорее всего точно так же происходит потому что ну не иначе это неразделимые части и вещи и все кто приходит прям я четко чувствую что этот человек пришел по этой тематике ко мне потому что у него либо щитовидка да гормон либо у него со спиной либо у него таз либо у него ломаный копчик да либо у него поджелудочная железа желчный да у меня почки были у меня вообще такой спектр этих всех сбоев был мне кажется назови ну сложно назвать то чего у меня не было мне кажется мы все таки я не встречала идеально здоровых людей я даже в онкодиспансер состояла то есть после второго ребенка я стала онкодиспансер потому что у меня родинки за месяц выросли на сантиметр и мне поставили под подозрение враг кожи то есть даже такое было и я тогда пришла к мужу и сказала что после вот этой информации я никогда не буду есть вареное вот то есть я тогда четко для себя поняла что сырой это мой путь и дальше 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 потому что близкие были сомнения но видимо это нужно было мне как-то продемонстрировать и поэтому я это событие себе притянула нет вообще на самом деле каких-либо плохих событий есть события которые нужны нам мы сами все себе да вот это и понимание этого каждый раз углубляется скажи вот чем ты глубже в автономку тем глубже понимание твоей игры игры твоих близких отражение ваш зеркальности и как-то вроде бы состав остались прежний склад отражение эмоции но внутри эмоции как будто все больше сглажены и более спокойные внутри эмоции они больше переходят в принятие такую а тишь благодать внутри и когда даже кто-то в чате пишет на раньше бывало такая знаешь там года два-три назад всплеск эмоций а сейчас ты смотришься да и принимаешь человек хочет увидеть то что ты видишь если он не увидел как ему положить информацию в голову ведь глаза видят только то что в голове если чего не видно начинает пылить поднимать бурю в стакане но позволяешь потому что это его игра ему так нравится пожалуйста да пусть тебе перышко для легкости значит не пришло его время тогда и все это так происходит да 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 если раньше я например как-то говорила там а ты как питаешься а какие у тебя что у тебя это то есть интересовалась то сейчас у меня этого нет то есть я на сегодняшний день никогда никому если меня не спросят я никогда никому не скажу что это для чего это как я живу какой у меня образ жизни что я делаю что я делаю для этого что я делаю для того то есть если меня не спросят все я как бы это твоя жизнь я ее принимаю полностью. Я в принятии тебя такого, какой ты есть. Но учить это нет. Это я знаю, что это настолько бесполезно. Этот человек должен обязательно, обязательно сам дойти своими какими-то жизненными ситуациями, жизненными примерами. Может быть, даже какой-то своей физикой, своей психикой. Это настолько вот его будут ситуации подталкивать под то, к чему он должен сам прийти. Что вот другой человек просто вот так вот сказать добром, он никогда не воспримет. Вот у нас настолько вот это вот устроено. То есть, если вот тебя пока не вот такие ежовые рукавицы не возьмут за что-то, для чего-то, ты никогда это не увидишь. То есть, если тебе будут говорить, вот это вот плохо, вот потому-то, потому-то, это бесполезно. Это, подождите, я вас сейчас догоню и вас добром своим огрею. Нет, это, конечно же, так не работает. И да, все, что мы действительно, все, что происходит в нашей жизни, это мы притягиваем, заранее зная, что нам нужно. То есть, мы где-то увидели, услышали эту информацию, она нам срезонировала, но мы не готовы на данный момент ее принять, эту информацию, этот образ жизни, там еще что-то. но она нам уже срезонировала, и мы сделаем все так, даже если мы не приведем рефлексию, мы не узнаем это. Мы сделаем все так, чтобы ее обратно вернуть, и чтобы мы обязательно этот путь прошли, прочувствовали, наше это или нет. Это обязательно так будет. Да. Я, знаешь, такой еще интересный момент заметила. Проводя аналогию с визухой, то есть, допустим, человек насколько осознает, ну, это все видели, но я еще раз повторюсь, да, в эфире это наверняка кому-то откликнется. Чем ты глубже с сознанием, да, тем выше у тебя вибрация, получается, энергополя, тем меньше ты требуешься в питании. Вот что. И здесь такой момент, остается перед выходом на автономку, вот я пошла мягким путем, да, буквально два-три элемента, которые держат. И когда есть внутри полное насыщение этими элементами, потому что я минерализацию сдавала давно, я так сажусь, что мне не хватает. Я вначале умом обращаю на те вещи, которые там волосы полезли, либо ногти, там, либо сухая кожа, я считываю себя внутри, считываю, считываю, получаю информацию, вот это. Я беру, покупаю витамины, я люблю НСП, к ним привыкла, вот, либо я могу аромомославить, чем-то себя задобрить тело, какой приходит ответ внутренний, и всё. Я получаю насыщение, и у меня такая пауза пищевая, плавная, и опять в состоянии принятия спокойствия. И именно правильная автономия – это не голод. Это не голод, это не… Да, как бы вот не хотелось этим назвать. Нет. Это именно автономное состояние во всех сферах. И что я ещё поймала себя на том, что многие люди, они не через питание идут, они приходят в автономию через творчество своё. Они автономно сидели. А потом, когда они стали здесь царьком уже у себя, да, для себя, получили кайф, у них потом это уже пойдёт. То есть сейчас, я считаю, в автономию все идут только через разные пути, через разные входы. То, что ты с чего начинал, у каждого свой инструмент. И это не значит, что это плохо или хорошо. Нету плохо или хорошо. Просто есть разноцветная радуга, которой мы все сияем энергетически. Мы все друг друга дополняем. И мы как вот сиренево-жёлтый, сиренево-роза, хоть сиренево-зелёный. Мы все разные. И так же красный переливается, разное звучание у человека. И всё это вместе одно целое. Потому что Творец, он здесь, в нашем мире, он не может напрямую получить опыт. Он получает опыт через нас. Он здесь проживает. Мы недавно в моём чате обсуждали, а что нас объединяет с Творцом, с Богом, да, кто-то называет его. Что нас объединяет? Никто не подключил. Нас объединяет незнание. Незнание. Он тоже не знает. И мы не знаем. И у каждого свой опыт. И именно проживание, движение, движение энергии — это жизнь. И кто-то движется животом, похрумкивая, а кто-то уже осознанно. И он движется энергией, потому что живот... А кому-то животом уже просто мало. Да. Он не насыщается этим, хочет другую, другую свою пищу получить, информационную. Да, он начинает становиться дотошным, он исследует, он приходит, да, ищущему каждому даётся. Всё правильно. Вот так прикольно. Всё. У нас сегодня столько всего пишут. Давай почитаем. Давай-давай. Я ещё быстренько на коротенький вопрос отвечу. Там под видео, под предыдущим, тоже спросили, можно ли как-то в группах автономить, либо ещё что-то. Ребят, очень много вот таких запросов, очень много марафонов проводят. Очень много марафонов проводят. По-моему, тоже с Кристиной проводили марафон один, да, у нас получился? Два, один. И ещё, наверное, многие знают, Рада Сварогова есть. Она в Крыму, в Севастополе живёт. Вот она тоже открывает, вот, у неё автономная школа, по-моему, называется. И вот она с июня и по август тоже приглашает к себе, с удовольствием примет. Если кто-то хочет семьями, пожалуйста, тоже можете туда приезжать. Вот если у кого-то есть запрос, то можно тоже на неё спокойно выйти. Можно через нас, можете сами на неё выйти. Тоже очень светлый такой человечек. Молодец она. Да. Ну вот смотри, такой вопрос, наверное, душетрепещущий для многих будет. Я слегка, а я слетаю даже сыроеденнее. Выходя на автономию, я, видимо, не готова. Вот. Это такой вопрос, который часто задают себе. Нет, ты не знаешь, что ты не готова. Просто не хватает знаний, то, о чём Света говорила. Вот. Знания могут быть в виде информации. Это, да, информация – это энергия. Знания могут быть в виде психики, эмоций, получить события, да. И знания могут быть в виде телески. Тело откликнется, ты поймёшь, где. То есть ты задаёшь вопрос, должно пройти время какое-то, это придёт знание. А может тебе направленно, да, сходить с тем, кто уже знает, спросить, и тебе дадут ответ. Да. Но здесь нужно понять, да, кому пойти. Да, вы можете либо самостоятельно, это либо самостоятельный путь, либо если хотите, чтобы кто-то вам помог, конечно, можете выбрать того человека, кто вам срезонировал, с кем бы вам хотелось бы общаться. А то, что кто говорит, что не готовы, ну вы же как-то здесь оказались, значит, вас это всё-таки зацепило, значит, вы действительно ещё, просто вы информационно не наполнены, вы эмоции, эмоционально не наполнены настолько, чтобы идти вот этим путём, вот прямо сейчас. Ничего страшного, наполняйтесь, ищите своего человека, ищите своих людей, потому что очень много сейчас многие уже идут этим путём, поэтому я думаю, что вы всегда, ищущий точно, ищущий себя найдёт. Поэтому ничего страшного, а то, что не готовы, это наша суть, мы по природе все автономны, поэтому мы идём к своему началу. У нас нет такого, что мы куда-то идём, вы неизведаны, а как там будет, дальше посмотрим, вы там кто-нибудь дойдите, потом нам расскажете, да? Нет, такого нет, мы просто идём к своим истокам, к своим началам. На самом деле, очень много пересекается из речений, из Евангелия, из Библии. Я иногда гуглю, нахожу, в чат стала кидать, то есть там говорится о том, что мы можем наблюдать за собой, и находить сами в себе ответы, наблюдая, об этом рассказывается. Там прям Коринфеем 2, 12, да? Там написано, что убирая страхи и обиды, мы приходим к любви, которая ведёт нас к информации, к раскрытию себя и прокачке своего как бы ума, нейрогенеза своего. Вот, то есть если переводить и совмещать духовный, научный язык, это легко и интересно получается. Так, да, вот Света пишет тоже здесь, если слетаешь, значит ещё что-то для себя не поняла. У каждого свой путь. А может другой путь, как ты сказала, через творчество. Так, когда чем-то занимаешься, любимым, без еды, а, да, без еды время пролетает, и будешь готова тогда, попробуй. Ну да, вот Света предлагает через творчество тоже. А какие-то вопросы, может быть, ещё? Что такое еда? Спрашивают. Что такое еда? Хороший вопрос. Что такое еда? Это эмоции? Да. Это эмоции, это убеждения, это ярлыки, это формулы, всё у нас настолько прописано, это программы, мы же все, всё у нас прописано, абсолютно каждый, каждый наш шаг прописан, умеем мы читать эти шаги или нет, это уже другой вопрос. да, да, весь мир, это как матрица, это очень глубокий фигурс, матрица, аватар, это прям вот, ну, вверх, так и есть. И, кстати, вот эмоции, ты правильно сказала, они, эмоции, это же эмоциональное тело, эмоциональное наше тело, оно находится под ментальным, ментальное, это мыслительно, оно находится здесь, в сердце, а эмоциональное, это солнечное сплетение, это что у нас, это как раз желудок, покушать. И когда мы мысленно не переварили что-то, оно у нас сваливается сюда, в эмоции, да, в покушение, в третью чакру. И здесь, получается, идёт отклик, наши сосочки, вот эти вот внутренние вкусовые рецепторы начинают работать. Здесь можно прям погуглить, что мы хотим про еду кушать. Солёная – это сила воли, кислое творчество. Я раньше этим увлекалась, и мы прям тоже помню это, с ребятами в чате разбирали. А если сладко, все знают, хотят, не хватает, да, счастья человека, он начинает заедать это. Но я в своё время себе сказала, я хочу быть счастливой, я не хочу кушать, чтобы получить счастье, я хочу быть по-настоящему счастливой. И вот именно быть настоящим, да, и быть зрячим и всевидящим как раз про автономию. То есть настоящим и настоящим. Вот что про автономию. Да, но я ещё могу сказать, что нам, нас настолько вот в эти программы, в эти стереотипы просто погружаются всех сторон. то есть для нас делают так, для нас, к сожалению, для наших детей делают так, что нам показывают, что заменитель чего-то – это норма. То есть заменитель сахара, заменитель там, сейчас даже есть, вплоть до того, что есть вегетарианская колбаса. Но нет вот этого понимания, что вот люди, которые не кушают, там, например, мясо, они же не кушают не потому, что оно в колбасу завёрнуто. Они, скорее всего, не кушают по каким-то своим этическим нормам. Но нам настолько вот это вот навязывают, навязывают, вот в больших городах, в маленьких городах нет таких магазинов. Но в больших городах, там, ну, в Москве точно есть магазины здорового питания. И там есть абсолютно вся такая же еда, как для нормального человека, только она без, там, без мяса, без молочки, без ещё что-то. То есть нас настолько погружают в заменители, заменители всего абсолютно. У нас вплоть до того, что у нас, ну, чего не коснись, даже, даже той же любви. То есть у нас заменяется, например, секс, страсть у нас заменяется любовью, влюблённостью. У нас человек, даже, мне кажется, не может прочувствовать, что такое любовь и влюблённость. У нас рождаются дети не потому, что мы переполнены любовью, и мы готовы отдать эту любовь следующему человечку, чтобы наполнить его. А мы рожаем детей, потому что надо, как бы, ну, возраст, ну, вот уже там, кому-то возраст, кто-то поженился. То есть вот настолько вот мы стереотипными людьми стали, и это настолько вот болезненно, что нас уводят от истины. И чтобы прийти обратно к этой истине, то есть мы сначала полностью в это болото залезаем, потом мы ищем, кто-то ищет там этот, какую-то соломинку, чтобы оттуда вылезти, и в процессе вылезания оттуда мы проходим абсолютно такой же путь, как мы прошли туда. То есть мы вдвойне идем туда-сюда, вот у нас вот такие, почему вот очень часто любят говорить, у меня там качели начались, я не могу войти в автономию, или я не могу войти в сыроедение, я не могу там заниматься постоянно спортом, у меня качели. А вот эти вот качели, потому что у нас, вот эти вот качели, у нас они настолько с младенчества, нам в голову вносят вот это, что это норма, норма вот так вот, норма вот так вот, норма вот так вот, что мы уже настолько потеряны, мы даже не знаем, что такое есть норма. И нам говорят, это вот хорошо, вот это вот плохо. То есть нам не говорят, что как бы это не хорошо, не плохо, это просто есть. Почему у нас люди, по большому счету, вот несчастливы? Потому что они не знают, что они делят либо серое, либо черное, либо там белое, либо там черное. у них нет такого, что там серый, а это просто принятие это на самом деле ой, сегодня плохо, сегодня дождь пошел но ведь это не плохо не хорошо, это просто пошел дождь, это факт и когда мы научимся принимать все вот то, что себя то, что нас окружает нас не может окружать не я везде же я если мы будем вот в этом принятии, то когда мы будем в принятии, у нас пойдет та информация которую мы должны наполнить когда мы должны наполнить свой инфогент тем, той информацией, которая будет резонировать резонировать минутка минутка ну все, тогда пусть вопросики пишут да, здесь единственное, что в следующий вторник а с психикой девочки кто-нибудь у вас работает да, Светочка работает с нейрографией как раз вначале говорила она работает с психикой а я тоже с психикой но через регрессы погружения медитации либо через телеску вот так вот мы с ней работаем выбирайте, что вам нужно то есть можно да, в интернете пообщаться либо если в Москве приезжайте ты где у нас живешь, Светик я живу в Краснодарском крае вот теплее туда тоже да ну ребят, давайте тогда пишите вопросы у нас следующий вторник снова спасибо тогда, да всем спасибо, да приходите, зовите друзей пишите вопросы, придумывайте будем отвечать будем дальше продолжать общение погружайтесь в энергии да, а кто не успел кто не успел посмотреть то тогда будет на канале Автополстар тоже наши ролики вот эти выходят да смотрите я может быть к себе удовольствием будем отвечать на ваши вопросы я может выложу на канал она в инстаграме по-любому останется сейчас, да ну все, всем счастливо все, давайте, всем пока пока